ровно петелек будьте внимательны я думаю этот узор вам также понравится как мне я просто влюбилась в него как только увидела плед как только связала образец этим узором рекомендую приветствую всех на канале века пещер вязание крючком и спицей и сегодня мы с вами разберем узор двухсторонний узор виде полотна крючком столбиками без накида для этого нам понадобится два цвета в вашем случае будет столько цветов сколько вы планируете использовать от одного и более я буду показывать на примере двух цветов крючок соответствующей пряжи у меня немного больше так как мне нужно чуть рыхлое полотно ножнички и сантиметровая лента по итогу данного вязания у нас получится квадрат вот такого плана он двухсторонний здесь вот хвостики не убрала достаточно рыхлый на просвет вот видно как то как мне и нужно и есть даже немного фактурности поэтому приступим ключевое что мы рассмотрим сам узор схему я приложу к видео а также способы добавления цвета чтобы был ровный переход так приступим итак первый ряд делаем кольцо амигуруми есть различные способы вы можете использовать свой понравившийся способ я делаю так кладу нить на указательный палец придерживая большим далее прокручиваю ее вокруг пальца тем самым вот здесь есть перекрещивание придерживаю беру крючок беру крючок вставляя вот это перекрещивание захватываю ниточку и прокручиваю так опять провязываю через эту петлю вот она первая воздушная петля видим что кольцо мы можем стягивать меньше делать его и побольше то есть работает так начало положено идем далее это наша воздушная петля дальше у нас один столбик без накида то есть вставляем крючок кольцо амигуруми сейчас весь ряд в кольцо амигуруми вытягиваем ниточку на крючке две петли провязываем их вместе вот он наш первый столбик без накида затем воздушная петля снова столбик без накида в кольцо амигуруми при этом его пока придерживаем теперь две воздушные петли 1 2 и вот этот вот эту комбинацию мы повторяем четыре раза все в кольцо амигуруми то есть столбик без накида воздушная петля столбик без накида 2 воздушные петли это уже два раза тут принципе по углам будет видно сколько раз вы уже сделали еще раз столбик без накида воздушная петля столбик без накида 2 петли опять столбик без накида воздушная петля столбик без накида 2 воздушные петли вот уже видно вот раз два три 4 то есть все четыре раза я сделала это будущее квадратик стягиваю кольцо серединку вот получается уже такой мини квадратик нам осталось лишь выполнить соединительный столбик здесь получается во во вторую петлю сюда соединительный столбик то есть вытягиваем петлю и не 2 вместе провязывая а протягиваем через петлю на крючке то есть вот он первый ряд наш квадратик уже готов далее допустим нам нужно вязать этим же цветом то есть представим что нам нужно вязать этим же цветом одним поэтому пока смену нити не делаем поэтому мы делаем воздушную петлю на следующий ряд для перехода и поворачиваем квадратик на другую сторону получается вот так хвостиком к нам хвостиком от кольца амигуруми и выполняем следующую комбинацию вяжем столбик без накида там где у нас вот этот уголок то есть вот здесь у нас идет столбик без накида две воздушные петли и столбик без накида то есть когда мы здесь поворачиваем нам нужно провязать столбик без накида между двумя столбиками без накида в арку из двух воздушных петель то есть вот он столбик без накида я провязала две воздушные петли 1 2 и сюда же столбик без накида то есть это уголок квадратика вот он сразу получается остренький далее здесь промежутки у нас есть до следующего угла еще один промежуток туда провязываем столбик без накида снова делаем воздушную петлю и снова у нас уголок находим вот эту арку которую провязываю столбик без накида 2 воздушные петли и в эту же арку снова столбик без накида вот уже два угла у нас готова далее воздушная петля по серединке опять между двумя столбиками провязываем столбик без накида снова воздушная петля столбик без накида 2 воздушные петли столбик без накида в эту же самую арку вот уже три уголочка у нас готова опять воздушные петли опять столбик без накида то есть принципе идет у нас чередование чередование снова вот он уголок сюда делаем столбик без накида 2 воздушные петли столбик без накида воздушная петля помним мы начинали со столбика без накида поэтому в конце у нас воздушная Итак, напомню, что начинали мы ряд с вязания столбика без накида, поэтому завершаем его воздушной петлей, которую соединяем с верхушкой этого столбика без накида. Вот здесь видно, как мы сделали воздушную петлю, вот он столбик, вот в его верхушечку мы делаем соединительный столбик, и на этом второй ряд у нас завершен. Делаем воздушную петлю и снова переворачиваем, что-то фокус пропадает, делаем воздушную петлю и снова переворачиваем вязание. Давайте третий ряд тоже сделаем этим же цветом, то есть мы начинаем снова с столбика без накида в промежуток между двумя предыдущими столбиками снизу. Вот здесь видно даже хорошо, что между ними есть этот промежуток, чередуя всегда с воздушной петлей. Так, воздушная и вот он уголок, вот здесь уже будет он хорошо прорисован, вот в промежуток хорошо нужно именно его найти, не потерять, чтобы узор именно получился ровным с двух сторон. То есть сюда столбик без накида, две воздушные петли и сюда же, в этот уголочек, снова столбик без накида. С каждым рядом вот здесь будет увеличиваться количество столбиков без накида, чередующихся с воздушной петлей. Углы будут такие же всегда, столбик, две воздушные петли, столбик. То есть опять воздушная петля, снова смотрю, здесь у меня уже внизу два столбика без накида, значит между ними вот здесь будет два еще столбика. То есть один вот столбик, воздушная петля и второй столбик, воздушная петля. Дошла до угла и снова повторяю. Обязательно не пропускаем воздушные петли, вы их увидите, если пропустили их нечаянно. Поэтому между столбиками там можно будет, в крайнем случае, протянуть, провязать все-таки этот столбик без накида. Но если часто будете пропускать, квадратик стянется. Итак, вот я дошла до конца ряда. Воздушная петля у меня и вот здесь вот он. Вот он этот, воздушная петля, столбик без накида. Вот верхнюю часть, сюда я делаю соединительный столбик. Так, ну и представим, что вот сейчас мне нужно перейти на другой цвет для этого. И допустим, что этот цвет будет повторяться на следующий ряд, поэтому обрезать нить я не буду, а буду делать так называемую протяжку. Поэтому я здесь делаю воздушную петлю, ее вытягиваю, чтобы она не распустилась, сохранилась. Можно сюда прикреплять маркер, чтобы если вдруг она стянется, она не ушла. Ну, мне хватает просто оставить ее. Такой вот такой милый квадратик, он двухсторонний, симпатичный. И переходим на следующий цвет. Для этого я делаю, закрепляя петлю на крючке сразу, как я это делаю, давайте покажу вдруг. Вам мой способ понравится. А вы делаете, может быть, каким-то другим способом. Кладу, опять же, нить коротким хвостиком к себе, длинным с другой стороны. Вставляю крючок под нить, прокручиваю вокруг, придерживая при этом нить. И провязываю эту петельку, затягиваю. Все, вот на крючке у меня петелька уже есть. Вы можете делать своим способом привычным, но петельку закрепить. Далее, вот у нас мы закончили вот этой стороной, вот эта лицевая к нам. Ее очень хорошо видно по косичке по краю. То есть, вот косичка наружу, значит, этот ряд последний к нам лицевой. Это для того, чтобы, если вы отложили вязание, в следующий раз вы начали именно с поворотного ряда, то есть на другую сторону вязать, а не по одной и той же стороне. Вот эту косичку, видно, вот она лицевая сторона. Мы закончили это, значит, вязать нужно на другой стороне. Другая сторона, край вот такой, как бы плетеная сторона. Добавляем нить мы всегда с угла ближайшего. То есть, вот здесь мы завершили. Обычно у нас завершение будет вот здесь, в этой стороне всегда. А начинать будем с первого ближайшего угла. Можно из другого угла начать дальнего, но я делаю так. То есть, вставляем крючок в уголок, вот между двумя столбиками без накида, в арку из двух воздушных петель. Вставляем крючок, так, нить за мотивом, вставляем крючок так. То есть, у нас сейчас на крючке арка из двух воздушных петель и петелька контрастной нити, которую мы добавляем цветом. Протягиваем нить. Теперь у нас на крючке две петли и провязываем этот столбик без накида. То есть, опять мы в углу вяжем столбик без накида, две воздушные петли и столбик без накида в эту же самую арку. Все. Вот он, уголок с уголка. Дальше чередуем снова воздушные петли, столбик без накида, обязательно между двумя нижними столбиками предыдущего ряда. То есть, они как бы будут видны здесь галочками. Если вы будете часто цвет менять, это будет очень хорошо просматриваться. Сейчас вот на мотиве покажу. Вот здесь, да, вот на контрастной ниточке видно, да, вот он столбик без накида. Следующий, он чередуется, как бы в шахматном порядке они идут, поэтому будьте внимательны. С другой стороны все так же аналогично. Так же идет столбик, столбик. Вот в шахматном порядке они между друг другом. Вот они, видите. Так, ну продолжаем. Старайтесь все вот эти нити выводить все-таки на изнаночную сторону. Мы ее определяем по хвостику от кольца амигуруми. Вот она здесь. И все мы сюда выводим. То есть, эту петлю розовую я поворачиваю вот сюда, на себя, придерживая ее. Она нам потом пригодится. Так, остановились мы. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. То есть, смотрите, вот я сюда вывела эту нитку, с этой стороны ее нет. Дальше столбик без накида, дошли до угла. Здесь снова столбик без накида, две воздушные петли, столбик без накида. Вот одну сторону провязали. И снова воздушная петля. Вяжем столбик без накида, петля, столбик, петля, столбик. Здесь уже, смотрите, их целых три между углами в этом ряду. Снова уголок у нас, столбик, две петли, столбик. И опять чередуем. Воздушная петля, столбик без накида. Вот эту ниточку мы подвязываем обычно вот так, да, вот тут по стороне вязания. А здесь, смотрите, я ее кладу вперед. То есть, я еще не провязала, и на эту сторону ее вот так кладу. И буду ее сразу ввязывать, чтобы было потом меньше хвостиков. Так, вяжем здесь все аналогично. Воздушная петля, столбик без накида. Естественно, тут надо подтягивать ее и так далее по схеме узора. Помним, что здесь мы начинали также со столбика без накида. То есть, у нас ряд всегда начинается со столбика без накида. Поэтому здесь у нас воздушная петля и соединительный столбик, столбик без накида, который в уголке. Далее делаю воздушную петлю и предполагаю, что сейчас я провяжу розовый, потом к этому цвету снова вернусь. То есть, две протяжки. Помним, да, вот он наш ряд. Мы вяжем поворотными рядами, поэтому мы переворачиваем мотив. Но вот эта розовая часть у нас с другой стороны, да, переворачиваем на эту сторону. Если, я рекомендую не делать большие эти протяжки, максимум на два ряда. Ну, здесь у нас на один ряд получился. Если на два, тогда вот здесь еще провязать две петли. То есть, вот сейчас здесь воздушная петля, и я сразу приступаю к вязанию следующего ряда. Если бы здесь было два ряда фиолетовых, то нужно было бы сделать еще одну петлю, чтобы позади был такой вот, как бы, столбик. Сейчас покажу, как это выглядит в готовом мотиве. Главное, быстро найти. Его тоже так быстро не найдешь. Вот здесь у меня получился на лицевой части, его тоже не так уж и видно. То есть, вот он, вот он этот столбик, вот раз, два, две петли здесь. То есть, вот протяжка на лицевой стороне, ее практически не видно. И здесь где-то у меня была на изнаночной стороне тоже протяжка. То есть, она такая незаметная, так как узор такой очередований столбиков. Вот даже не найду ее, наверное. Нет, не найду. В общем, давайте посмотрим, как это будет здесь. Ну, здесь будет она небольшая протяжка, так как все-таки только один. Одна петля. Один ряд, вернее, пропуск. Итак, то есть, перевернули. Эту воздушную петлю на крючке сделали. И в ближайший, который здесь есть, пропуск, для столбика без накида провязываем столбик без накида. Все, мы добавили этот цвет. И так же чередуем. Воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. Дошли до угла. Да, дошли до угла. Вот она арка из двух петель. Так же столбик без накида, две петли. Столбик без накида. Снова, вот здесь у нас получается, эта петелька, помним, изнаночная, там, где хвостик от кольца мегурумит, сюда лучше ее, пусть она уходит туда, в эту сторону. То есть, ну, все равно для себя определяйте более лицевую, изнаночную сторону, хотя узор двухсторонний. Так, и провязываем здесь столбик без накида, воздушную петлю. Столбик без накида, воздушную петлю. То есть, вот здесь я вижу, как я протянула внутри ниточку. То есть, этот хвостик я уже сразу ввязала. Так. Ну, и далее аналогичный узор. Вот здесь не перепутайте, чтобы сразу вот сюда не провязать столбик в раскол, а именно увидеть вот эту арку из двух воздушных петель. Чем внимательнее вы будете, тем аккуратнее этот узор будет смотреться. Ну, думаю, сложно начало, дальше уже пойдет как по маслу. Так, фокус теряется периодически. Так, подхожу. Здесь у нас в серединке ряда. Начинали мы всегда со столбика без накида. И решаем ряд воздушной петли. Соединяем ее с соединительным столбиком предыдущего ряда. Ну, и представим, что здесь мы уже знаем, что цвет дальше этот использовать не будем. Поэтому делаем воздушную петлю и обрезаем. Хвостик нужно длины. Я делаю небольшой хвостик и затягиваем. И затягиваем. То есть вот он хвостик. Все, я его затягиваю. Вот он ряд. Ровное добавление цвета. То же самое у нас и на изнанке. Здесь вот эту тоже можно уже фиолетовую срезать. Так как я ее провязала целый ряд. Так, главное не срежьте то, которое вы вяжете. И теперь снова вот у нас здесь тоже протяжка. Вот в предыдущем ряде даже протяжку практически не видно. Она встраивается в узор. То есть в этом месте у нас столбик без накида. И как бы так и надо. Снова мы вязали вот так. Переворачиваем. И вяжем по этой стороне. Теперь у нас этот рельефный столбик впереди. А не позади. Такое тоже можно. Розовый был у нас с другой стороны. И мы продолжали вязать фиолетовый. Здесь у нас впереди. Тоже начинаем. Вот у нас воздушная петля на крючке. И начинаем всегда со столбика без накида. Вблизи здесь угол. Поэтому вяжем в арку из двух воздушных петель. Столбик без накида. Две воздушные петли. Столбик без накида. И продолжаем вязание по узору. Вот эти хвостики либо переворачиваем на изнаночную сторону условную. Для меня это там, где хвостик от кольца амигуруми. Либо кладем в правую сторону ряда. И подвязываем сразу в ряд. Лучше сразу провязывать, чтобы было меньше хвостиков. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. То есть вот здесь раз и уже этот хвостик, но тоже ни к чему. Вот так вот. Вот здесь я вижу, что пропустила воздушную петлю. Прямо мало места. Но все равно провяжу столбик без накида, чтобы далее все соответствовало узору. Поэтому будьте внимательны. Ну и завершаем воздушные петли, соединяя со столбиком без накида из уголочка. И на этом мы завершим. Хвостик потом убираем. И получается у нас мотив двусторонний. Можно сделать обвязку, которая вам нужна. Вот я вязала из Ализе Бахар Батик. Такой вот цвет интересный. Тоже очень симпатично получается. Конечно, здесь не совсем ровный переход квадрата. Здесь прям действительно мы цвет меняли для получения квадратика. А здесь это получилось само, так скажем, переходами. То есть вот здесь я вязала одной нитью, без всяких протяжек. Очень интересный такой узор. Ну и, конечно же, мотив января. То, что у меня получилось. Сейчас постараюсь его немножко отдалить. Так, камера, если честно, цвет не сильно вроде бы передает ему, по крайней мере, здесь то, что я вижу. И вот такой двусторонний узор. Назад увеличим. То есть вот переходов нету, все по кругу, с этой стороны тоже. Вот эти хвостики у меня все провязаны внутри рядов. То есть их можно потом просто аккуратно срезать. Ну, в общем, я думаю, процесс понятен. Ровных вам петелек. Будьте внимательны. Я думаю, этот узор вам так же понравится, как и мне. Я просто влюбилась в него, как только увидела плед, как только связала образец с этим узором. Рекомендую. Просто его мелкая фактурность завораживает, простота, его ровные углы. То есть мне очень нравится, что угол получается максимально ровный, никуда он не смещается. Это очень-очень завораживает в этом узоре. Ну, и сантиметровая лента, зачем она мне нужна. Готовый образец у меня состоит из 31 ряда здесь. Постиранный. Изначально он получился 26 на 26 сантиметров. И вот я его постирала, посушила. И здесь у меня, получается, выжимала его. Тоже осталось 26 сантиметров. То есть вот он. Вот он 26 сантиметров. Поэтому хлопок мерсеризованный в данном вязании, считаю, себя хорошо ведет. Растягивается вот в этих частях. Поэтому обвязку, думаю, надо делать достаточно твердую, так скажем, плотную, которая будет мало тянуться. А вот так уже не так уж сильно он тянется. Конечно, как само вязание тянется, но достаточно плотный узор. Прямо трикотажный такой хороший. Ну вот, я надеюсь, что у вас все получится. Пишите свои вопросы. Показывайте свои мотивы. Отмечайте меня. Участвуйте вместе с нами в вязании температурного пледа. Пишите тег в своих соцсетях. Температурный плед 2023. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok